Прианру регулярно приезжает в Словению, крошечную республику бывшей Югославии. В этот раз мы делали уже третью часть совместного проекта Future Real Estate Century 21 и нашего портала об инвестициях в недвижимость Словении. Формат получился весьма примечательным, ведь у нас есть возможность рассмотреть инвестиции в динамике. Как строятся, как работают, как приносят доход объекты, о которых мы начали рассказывать еще несколько лет назад. Что было и что стало. Наша первая остановка – торговый центр в городе Мурска-Собота. Мурска-Собота – город и община на северо-востоке Словении, в регионе Прикмурья. В самом городе живет более 10 тысяч человек, в регионе более 100 тысяч. За несколько минут на машине отсюда можно добраться что до Австрии, что до Венгрии. Из крупных по местным меркам городов Реар находится Марибор, примерно в 40 километрах. Первый раз мы снимали это место в 2017 году. Тогда территория выглядела вот так. На тот момент наши коллеги получали разрешение на строительство нового торгового помещения, последнего в этой зоне. Но договор аренды уже был подписан, а арендатор известен. KIK – немецкая сеть магазинов одежды. Является одной из 10 крупнейших немецких компаний, работающих в розничном секторе, и имеет 3200 магазинов по всей Европе. Основной ассортимент представлен одеждой, товарами для дома, сувенирами, подарками и канцелярскими товарами. Итак, мы вновь приехали в Мурску-Соботу два года спустя, в конце 2019-го. KIK – Ну, типичная торговая зона, да? Вот то, что в Словении любят такой формат. Много магазинчиков. KIK – Ты говоришь о единой торговой зоне. Да, это действительно очень популярно здесь и привлекает достаточно большое количество людей со всей округи. То есть мы говорим не только о близлежащем городе, а о маленьких городках и деревушках в округе тоже. Ну, смотри, в Мурску-Соботу, ты говорила, 12 тысяч жителей. Да, 12 тысяч жителей, но, учитывая окружение вокруг этого города, мы можем сказать, что 20 тысяч человек посещает данную торговую зону. И она здесь, по сути, одна на весь город? Единственная, да. KIK в Мурску-Соботе – очень хороший пример того, как конъюнктура, рост рынка и доходности магазинов влияют на аппетиты компании, говорит эксперт. Фирма готова реализовывать один большой проект на большей квадратуре. Она была готова платить более высокую арендную ставку. В понедельник в 8 утра, как раз, собственно, все магазины открываются. Еще ведь там 10 минут назад машин было мало, а сейчас… Только открылись магазины, и уже, ты можешь заметить, парковка, я думаю, на 40% заполнена. Люди уже сидят в кафе, и это, я хочу сказать, еще достаточно мало людей. Ну, понедельник. Понедельник, да. Понедельник – начало недели. Но, да, могу сказать, что магазины только открылись, но в них уже есть посетители. Ну, кофе, кстати, пьют, я ему уже завидую. Идем? Обязательно. Пока мы ходим по магазину и пьем кофе, несколько комментариев. В настоящий момент этот торговый центр, уже функционирующий, можно приобрести за 2,5 миллиона евро. Ориентировочные расчеты перед вами. Обратите внимание на условия по кредиту. Договор с арендатором заключен в настоящее время на 10 лет. Ну, а если вам интереснее рассмотреть проект на самой ранней стадии, вот предложение из другой части Словении. Город Сежана у границы с Италией. Население более 5000 человек в соседних деревушках живет в три раза больше. Все, как в Морско-Соботе-2 с лишним года назад. Тоже большая торговая зона с супермаркетами и заправкой. Безальтернативное для этого населенного пункта торговое пространство. На данный момент на всей территории Республики Словения ищутся локации, отмечает Марио Дебилец. Все города с населением 5-7 тысяч жителей, те, что имеют хорошее дорожное сообщение, по-прежнему интересны торговым компаниям. Мы находимся на трассе, которая идет из Италии в сторону Хорватии. И действительно, трасса очень загружена в сезон отпусков, так как итальянцы часто ездят в Хорватию. Именно через вот этот пункт. Ну вот это как раз боковая дорога, а вот там основное шоссе. Да, да, совершенно верно. Они редко заезжают в сам город. В основном весь поток трафика идет через эту дорогу. Но все равно основные посетители здесь это словенцы, это жители Снежаны. Безусловно. Им некуда больше ехать, это единственная торговая зона в городе. То есть на побережье, в Порторош, условно, в реальном... Они не поедут. Нет, они будут заезжать только сюда. И здесь последнее свободное пятно, на котором через два года появится торговый центр. В нем предлагаются к продаже помещения с якорными арендаторами. Одно из них займет МАНА, крупная славянская сеть магазинов с товарами для всей семьи. Предварительные расчеты инвестиций на экране. И в этом проекте возможно кредитное финансирование. Ну то есть вот, там за машинами как раз и получается... Да, сразу за парковкой. ...последняя свободная зона. Сразу за парковкой находится последнее пятно под строительство в данной зоне. И это будет здание, ну около 1000 квадратных метров, примерно? Минимум 1000. Минимум 1000, но на несколько арендаторов, скорее всего. Да, на 3-4 арендатора мы планируем использовать данное здание. Итак, основные факты, которые важно учитывать при рассмотрении подобных вложений. Последнее десятилетие славянская провинция развивается не менее активно, чем крупные города. Важные условия надежной инвестиции – расположение в уже популярном локальном районе с серьезным охватом потенциальных покупателей и договор с серьезным якорным арендатором, заключенный еще до того, как вы вообще приступили к сотрудничеству. Субтитры создавал DimaTorzok